Слава нашему Господу! Ибо, по милости Божьей, мы сегодня живы пред лицем Господним. Мы собрались на месте сием. Есть за что благодарить нашего Господа, правда? Есть за что прославить Его, потому что наш Бог, Он достоин славы, Он достоин хвалы. И давайте настроим свое сердце на то, чтобы прославить Его, на то, чтобы возвеличить имя Его, чтобы дать возможность нашему Господу быть хозяином сердца нашим, чтобы дать Духу Святому возможность сегодня совершать работу свою, чтобы наши уши, они были способны услышать то, что Господь сегодня приготовил для каждого из нас. Знаете, я верю в то, что на сьем месте есть Иисус Христос, потому что Слово Божие это говорит. Если мы собрались во имя Христа, Он обязательно здесь среди нас. И Он не просто без действия стоит, Он хочет чему-то тебя и меня научить. То ли через псалом, то ли через Слово Свое, то ли еще через что-то, но Господь обязательно сегодня говорит каждому из нас, только способны ли мы услышать. Готовы ли наше сердце и наше ухо, чтобы услышать то, что Господь сегодня приготовил для нас. Поэтому, друзья, будем внимательными к тому, что Господь сегодня хочет сделать для каждого из нас. И будем благодарить Его за все. И я буду читать Слово Божие, мы немножко порассуждаем. И будем еще молиться нашему Господу, славить Его. Прочитаем Причты, 10 глава, 22 стишок. Думаю, мы многие знаем, что там написано. Написано, благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Правда, мы все хотим быть благословенными. Мы хотим получить благословение Господне. Мы хотим, чтобы благословение Господне, оно пребывало на нас. Чтобы наш вход и выход был благословен, чтобы всякое наше предприятие было благословено, чтобы наши семьи, наши дети, чтобы везде было благословение Господне. И мы читали здесь, что благословение Божие, оно печали не приносит. Оно не несет с собой печали. Но оно обогащает человека. Знаете, можно по-разному рассуждать, что же такое благословение. Можно просто рассуждать, оно написано уже, оно обогащает, значит, если человек богат, значит, на то он благословен. Но действительно ли это так в жизни нашей? И для многих христиан благословение по-разному воспринимается. Каждый может думать, что вот я благословен, потому что в чем-то я вижу успех в своей жизни. И я не буду говорить, что же такое, ну, благословение, может, мы все люди очень разные и очень разные. Но я скажу, благословение – это то, когда оно остается в конце. Когда человек остается в конце благословенный. То благословение, которое печали не принесет, потому что земное богатство, оно очень много несет печали человеку. Его можно потерять. Человек теряет сон, не стало то, что было, потерял работу. Благословение пропало, и печаль приходит. А благословение Божие, оно не приносит печали, написано. Оно не несет с собой печали ни в начале, ни в конце. Поэтому, друзья, нам нужно быть внимательны к тому, чтобы изучать Слово Божие, вникать в Слово Божие. Чтобы прислушиваться голосу Духа Святого, который говорит внутри нас. Чтобы нам учиться от Господа, учиться от Слова Божьего. Чтобы нам не пойти ни за каким ветром учением сегодня, но чтобы нам получить благословение Господне. Благословение, которое приходит от Иисуса Христа. Мы будем еще читать, прочитаем из Псалма, 126-й Псалом, с первого стишка. «Если Господне созыждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господне охранит города, напрасно борствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, когда он возлюбленному своему, он дает сон». Здесь мы опять видим, что нам Писание говорит, что если Господь благословляет, тогда будет все устроено. «А если нет благословения Господнего, тогда ничего не устрояется». Напрасно мы читали. «Если Господне созыждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господне охранит города, напрасно борствует страж. Все напрасно. Все наши предприятия, они напрасны без благословения Господня. Без того, если Господь нас не благословит. И напрасно мы можем предпринимать много дел, много усилий прилаживать, много стараний. Напрасно все это, если в этом нет благословения от Господа. И нам нужно искать этого благословения. Нам нужно стремиться к тому, чтобы получить его. Есть такое место в Писании. Я думаю, мы хорошо его знаем, хоть оно так мимолетно, как бы написано. Это первая книга Паралопименон. Об одном человеке, которого имя было Иавис. Это четвертая глава, первая Паралопименон, девятый и десятый стишок. Иавис был знаменитнее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спасал ему, чего он просил. Больше ничего не известно нам об этом человеке. Библия умалчивает. Но написано, что он возвал к Богу и попросил, о, если бы ты меня благословил. Здесь не написано, он требовал, Господи, благослови меня. Вот я каков хорош, ты должен меня благословить. Но написано, что он возвал и попросил, о, если бы ты меня благословил. В этом человеке не было, наверное, гордости, не было какого-то возвышения. И написано, что имя его обозначало болезнь. Это не какое-то благословляющее имя. Мать ему дала это имя, потому что она говорит, что в болезни родила его. Но мы видим, что он возвал к Богу, просил у Бога, нуждался в Бога, и мы в конце читаем, и Бог послал ему то, что он просил. Но опять же, первое, что я прочитал, там говорилось что-то об этом человеке. Он был знаметнее братьев своих. Чем-то он отличался от них. Что-то в нем было такое, что Господь услышал его и благословил его. Что-то было такое, что Господь обратил на него внимание, обратил на просьбу его и дал то, что он просил у него. Мы ничего не находим в Писании об этом человеке. Но я бы сегодня хотел обратить наше внимание на один из благословений, которые приходят на жизнь человека. Есть очень много путей, в которых приходит благословение на человека. Вот, скажем, апостол Петр писал в своем послании, в первом послании, я сейчас не буду искать это место, не записал. Он там говорит, что если хочешь видеть дни благоденствия, хочешь быть, чтобы у тебя все было хорошо, написано, удерживай язык свой от зла, язык свой от лукавых речей, язык свой от зла. Я, может быть, не совсем дословно говорю это, но в таком смысле, если хочешь видеть благоденствие в жизни своей, удерживай свой язык, береги себя от зла. И в этом благословение будет, в этом будут тебе добрые дни, будут тебе в жизни, в этом тебе будет хорошо. И есть много и много благословений, которые приходят на жизнь человека от конкретных его действий. Это как закон, закон сеяния и жатвы, скажем. Или вот по-простому возьмем, скажем, на улице мороз мы возьмем, на выходе из нашего дома выльем ведро воды. Утром мы, когда будем выходить, мы обязательно упадем и поскользнемся, и упадем, потому что будет лед. Это закон. Если мороз, если там разолить воду, ты упадешь и побьешься. Это закон. Если есть вода и есть мороз, будет лед. И есть много-много чего другого, что от наших действий происходят какие-то происшествия в жизни нашей. И я бы хотел наше внимание сегодня обратить, которые, это очень важно, насколько я понимаю, это Ефесяна, мы прочитаем из 6 главы. 6 главы с первого стишка. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Я думаю, все дети это знают, родители, может быть, часто напоминают об этом, говорят своим детям. И мы знаем это место Писания, где говорится о том, что дети, повинуйтесь своим родителям, почитайте своих родителей. Ибо это есть обетование, это есть заповедь с обетованием. То есть, или другими словами, если я вот это буду исполнять, придет благословение на меня, придет благословение на мою жизнь, если я буду исполнять эту заповедь. Если я буду поступать так, как говорит Слово Божье, это придет благословением в последующие дни моей жизни. И я буду благословен тогда, если я всячески старался исполнить эту заповедь Господню, это Слово Божье, почитать отца и мать свою. Это сегодня, друзья, очень важно. Знаете, благословение родителей, но у меня есть дети, и у многих из нас есть дети, и правда, мы все желаем благословения для наших детей. Мы все хотим, чтобы они были благословены. Мы все хотим, чтобы в них была жизнь устроена. И мы благословляем своих детей. Мы в молитвах наших просим благословения для наших детей. Но очень многое зависит от самих детей, чтобы это благословение пришло на них. Чтобы Бог услышал и благословил человека. Потому что я как человек, я не могу дать благословение. У меня нету на этого силы, у меня нету power такого, чтобы дать благословение. Но если мой ребенок, он исполняет Слово Божие, мои слова, они имеют силу, когда Господь благословляет человека. Когда Господь слышит это Слово, и Он видит, что этот ребенок, Он заслуживает благословения, и Господь благословит такого человека. Давайте вспомним, я не буду это читать, вспомним Иакова, Исава и отца ихнего Исаака. Было время, написано, состарился Исаак, его зрение притупилось, Он призвал старшего сына своего, Исава, и говорит, «Пойди, налови мне дичи, приготовь кушанье, которое я люблю, принеси мне». И дальше говорит такие слова, «Чтобы душа моя благословила тебя». Ну, почему Он не мог просто благословить его? Знаете, слова мы можем благословлять. Но есть другое, когда душа благословляет, когда внутренность благословляет человека, когда и изнутри оно исходит. И для этого нужно, чтобы того, кого я благословляю, и здесь мы в этой истории видим, что для этого нужно были какие-то действия от стороны, кто хочет получить благословение. И поэтому сегодня для нас, у кого есть родители и для наших детей, очень важно, чтобы угодить нашим родителям, чтобы душа родителей наших благословила нас. Потому что, как я говорил, все мы желаем благословений для наших детей. Все мы хотим, чтобы они были благословены. Но чтобы внутренность благословила, нужно, чтобы были какие-то действия от ребенка. И здесь мы видим в этой истории, которую я говорю за Исаака, мы видим, что когда уже Иаков, он сделал хоть и обманом, но он принес эту пищу, он сделал какие-то действия, он принес пищу, принес вина для отца, сделал какие-то действия, и отец написано «благословил тогда». Благословил его и говорит, что «принеси мне эти кушанья, и чтобы душа моя благословила тебя». И когда он благословил, это благословение почило на этом человеке, и никто, ни отец не мог забрать назад этого благословения, ничто другое не могло забрать этого благословения от Сына Его, потому что душа благословила, потому что внутренность благословила. И для этого, чтобы сегодня, дети, чтобы вам получить благословение, вы должны исполнять то, что написано в Слове Божьем, то, что написано в Писании. «Почитай отца своего и мать в Господе». Здесь добавляется «в Господе», потому что бывают родители, которые чему-то учат, что не в Господе детей. Не об этом здесь говорится, но в Господе. Вы имеете родителей, которые знают Господа. Моя мама тоже, она знает Господа, отец уже отошел в вечность. И как хочется, чтобы и мы, и наши дети, они почитали родителей, они почитали нас, и чтобы мы почитали наших родителей. Это очень важно, потому что это будет отображаться обязательно в жизни нашей. Обязательно это будет приносить какие-то свои плоды в жизни нашей, насколько мы почитаем своих родителей, насколько уважаем их, Насколько почитать это, считать высшим самого себя. Уважать, это значит чувствовать, что Он что-то больше, чем я. Знаете, мы читаем Слово Божие, это не просто слова, это не один стишок говорит об этом. Мы можем находить много мест в Слове Божьем, которое говорит о том, что этого требует справедливость. Отец и мать, они родили тебя, они дали тебе жизнь. Этого требует простая человеческая справедливость, уважать уже за это родителей своих. Мы также считаем в Слове Божьем, что почитай Отца Твоего, уважай Его. И даже написано, если даже мать состарится, ты должен все равно уважать ее и почитать ее. И в дни старости, когда может быть я уже в совершенных летах, когда может у меня уже свои дети есть, моя мама состарилась, мои родители состарились, я все равно должен почитать и уважать своих родителей. Это учит Писание, этому учит справедливость Господня. Потому что они дали мне жизнь. Потому что от этого зависит мое благословение. А мы хотим получить благословение от Господа. А мы хотим быть благословенными в жизни нашей. И один из путей получить благословение Господне, это почитать своих родителей. Это очень важно, друзья. Ибо об этом нужно говорить с нашими детьми, это нужно им объяснять. Знаете, иногда наши дети непослушны. Иногда мы что-то просим детей, они не всегда слушают нас. Знаете, и как хочется, чтобы им объяснить. Чтобы они поняли, что это их благословение. Что если родители что-то хотят от детей, они не хотят просто для себя. Они хотят, чтобы эти дети были благословенными. Чтобы наши дети могли это понять. Что в этом их благословение в жизни их не придет. И как важно, когда родители объясняют им, что в этом твое благословение. Это не просто я хочу господствовать на своим ребенку. Чтобы ты был послушный, потому что я твой отец не только в этом. Но потому что я желаю благословения для своего ребенка. Я желаю, что мой ребенок, он вырастал в благословении Божьем. Чтобы мои дети не были благословенны Богом. Чтобы моя душа, она могла благословить моих детей. Этого нужно послушание для родителей. В этом нужно почет родителям. Пускай, может быть, даже родители в чем-то неправы. Пускай, может быть, в чем-то они не совсем правильно поступили. Мы должны почитать родителей своих. Знаете, сегодня мы живем в такое время, в котором говорил апостол Павел в послании к Тимофею. Говорит, что в последнее время наступят вот такие дни. Там много перечисляется. И одно из них – родителям непокорны. И сегодня мы в такое время живем. Сегодня мало кто учит в общественных местах, что должны почитать старших, должны почитать родителей, должны почитать и уважать Седовласово. Сегодня об этом в школах не говорится. Сегодня наоборот говорится, что ты должен постоять за себя. Над тобой никто не должен господствовать, как будто бы. Тебе никто не должен указывать, что тебе делать и тому подобное. Этому сегодня учат. Это есть стрелы лукавого. Это есть учение сатанинское. Это не есть учение Библии. Это не есть учение Господа. Мы в учении Господнем читаем, что «Пред Седовласным вставай». Мы должны почитать старших. Мы должны уважать их. Это мучает Писание. Это мучает Слово Божье. А сегодня, знаете, однажды я слышал, один брат говорит мне, ну, придет время, старички отойдут, и вот тогда у нас будет... Мы сможем в церкви поступать, как считаем правильно. Я, может, не совсем дословно говорю, как он мне говорил, но в таком смысле, и мы тогда сможем идти правильно. Знаете, это обман. Это обман. Если нету Седовласу в церкви, это очень плохо для церкви. Потому что, хотя написано и не только в Седовласах мудрость, но все же в них есть мудрость прожитой жизни. Они знают. Они знают, они прожили жизнь. И то, что, может быть, я сейчас прохожу, мой отец или моя мама, они когда-то проходили, и они знают, что это такое. И как важно, когда есть почтение к старшим, почтение к высшим. Поэтому, друзья, нам нужно сегодня больше и больше обращать внимание на Слово Божье. Обращать внимание на то, что оно нас учит. И нам, как родителям, говорить детям, в чем застоит их неблагословение. Потому что это важно. Для меня очень важно, чтобы мои дети были благословенны. Я очень сильно этого хочу. Но важно, чтобы просить у Господа мудрости, чтобы им это показать, в чем состоит благословение. Чтобы открыть им это. Где это благословение? В чем оно сокрыто? Оно сокрыто, друзья мои, в Писании. Оно сокрыто в Слове Божьем. Я еще прочитаю второзаконие. С 11 главы, 26 стишка. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповедей Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня. И пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Здесь Слово Божье нам говорит, в чем заключается благословение. В том, чтобы слушать Слово Божье, чтобы верить Слову Божьему, чтобы всячески стараться исполнить это Слово. И в этом заключается наше с вами благословение, друзья. В этом заключается наш успех в жизни. Хотя, знаете, благословение Господне, оно не всегда может быть видно для других людей. Вот если возьмем даже Иакова, да, которого благословил Исаак, отец его, который получил благословение от Господа. Если мы прочитаем, пересмотрим его жизнь, по-человечески, по плоти, он очень много страдал, правда? Он был изгнан из дома, можно сказать. Он не видел отца и мать долгое время. Он скитался в чужой стране, был обманут, много раз обманут был. Зависть, завидовали ему, потому что Господь его благословлял, потому что у него богатство было, была зависть в его жизни. Мы видим, его сыновья не такие уж были и хорошие. Написано, что Иосиф доносил о злых делах братьев своих, то есть они что-то плохое делали. И многое-многое другое мы можем видеть, что, ну, по-человечески, ну, где же это благословение, в чем же оно заключается? Где же оно? И в конце жизни своей Иаков говорил, что дни и странствований моих, а дни мои суетны и коротки. Они не были у него легкие. Они не были у него такие хорошие, может, по-человечески. И когда-то к Еремии Бог обращался, говорит, Иеремия, конец твой будет хорош. Именно благословение Господне, оно заключается в конце нашей жизни, в конце, когда мы увидим Господа, когда мы увидим Его, и когда Он скажет, «Войди в радость мою». Может быть, благословение Господне, оно не всегда принесет успех на этой земле. Но если человек благословен Господом, если он получил и заслужил это благословение, оно обязательно приведет его в вечность в небо, оно обязательно приведет его к встрече с Иисусом, к радостной встрече. Это благословение, которое приходит от Господа. И, друзья мои, я сегодня еще раз обращаюсь как к нам, так и ко всем детям нашим. Давайте будем почитать наших родителей. Если мы хотим благословений в жизни нашей, если мы хотим, чтобы наша жизнь была устроена, чтобы у нас было долгие дни на этой земле, чтобы мы жили счастливо и хорошо на этой земле, давайте будем почитать наших родителей. Если мы в чем-то были неправы, у нас еще есть возможность покаяться пред ними. Знаете, если человек согрешит против человека, он должен, правда, каяться перед человеком, потом пред Господом. Потому что можно обижать отца своего, можно обижать маму свою и в комнате своей попросить прощения у Господа. Знаете, это не работает. Так не работает. Если мы обижали маму свою, если мы обижали отца своего, нам нужно прийти, смириться пред ним и попросить прощения. И тогда Господне благословение сможет прийти. И тогда душа может благословить сына или дочь свою, если мы вот так будем поступать в жизни своей. Поэтому, друзья, будем стремиться к тому, чтобы получить благословение Божье, потому что оно печали не приносит. И оно само по себе, оно так же не приходит. Мы можем жить, как хочем, можем поступать, как угодно, а благословение, оно само по себе придет. Нет, друзья. Мы должны прийти к Иисусу. Мы должны прийти к Нему, и Он нас научит, друзья. Он нам укажет. Он нам покажет. И Господь никогда не пойдет в разрыв Слову Своему. Он всегда будет держать того, что написано в Писании. Потому что это Его Слово, это есть Сам Бог. И нам, друзья, нужно держаться этого. Нужно держаться и стремиться к тому, чтобы получить благословение от Господа, чтобы наши дни, они были не печальны, чтобы, как Иовис говорил, чтобы я не горевал, чтобы нам не горевать, чтобы нам потом не оплакивать, когда уже поздно, когда уже ничего невозможно поменять, когда уже ничего невозможно изменить. Бывают такие моменты в жизни человека. Сделал человек, а возвратить уже невозможно, потому что время, оно не возвращается. Но мы читаем в Слове Божьем, что милость, она превозносится над судом. И есть милость у Господа. Есть милость у Господа каждому из нас. И сегодня, если мы живы, если наши родители живы, у нас есть возможность, может, исправить что-то то, что было упущено в жизни своей. Нам нужно быть только внимательными. Внимательными в чем заключается благословение Господне в жизни нашей. И, как я говорил, один из путей, чтобы получить благословение Божье, это уважать, почитать своих родителей. Это быть уважительными к Нему. Знаете, это не что-то новое, что перестали уважать родители. Хотя в наше время это особенно распространено сегодня. Я как-то слышал свидетельство одного брата. Он говорит, с Украины приехал сюда, в Америку. Его пригласили, одна семья, говорит, пригласили меня в дом. Говорит, я зашел в комнату. У них был сын и дочь. Говорит, детей не было дома. И я был в другой комнате, дети пришли. И, говорит, дочка начала на папу что-то там кричать. Спросила ли ты, исправил машину мою. Он говорит, нет, я не успела. Она говорит, взяла ключи, швырнула в него, начала кричать. Почему ты не исправил и тому подобное. Сын тоже пришел что-то на маму, начал кричать, что обед не такого, как я хотел и тому подобное. И говорит, потом я вышел из комнаты, они меня увидели, это известный проповедник. И говорит, сын начал со мной сразу говорить о Боге, как нужно служить Богу, как нужно поступать правильно, как нужно делать правильно и тому подобное. Говорит, человек, который не уважает своих родителей, он ничего не понимает в Слове Божьем. Он не понимает, что такое служить Иисусу Христу. И если я буду доказывать много, я буду говорить о многом, а в моем сердце нету почтения к отцу или к матери. Знаете, друзья, я буду напрасно говорить, что я почитаю Бога моего, что я люблю Бога моего, что я служу Богу моему, если в моем сердце нету почтения к моим родителям, которые родили меня, которые рядом со мной. И если я не научился уважать своих родителей, никогда в моем сердце не получится уважать Бога, доверять Ему и служить Ему. Поэтому, друзья, будем внимательны все же к Слову Божьему, внимательны к тому, чтобы получить благословение в нашей жизни, благословение от нашего Господа. И будем всячески все силы и старания прилаживать к тому, чтобы Господь нас благословил, чтобы сила Господня, она была с нами, чтобы Дух Святой, Он управлял нами. И очень часто, знаете, что-то великое в нашей жизни, оно, даже не часто, оно всегда строится с маленького. Мы читаем в Слове Божьем, что кто был малым верен, Господь говорит, над многим его поставлю. Это важно сегодня. Может быть, не всегда человеку кажется так легко уважать своих родителей, особенно если родители уже такие постарше, они никакой специальности не имеют, а дети, может, какие-то инженеры, приобрели какие-то способности, навыки какие-то научили в жизни, может быть, доктора и тому подобное, учителя, может быть, а родители простые. Ну, ведь я же больше понимаю, ведь я же вот сколько выучился, ведь я такой умный, а что мои родители? Они там в колхозе прожили жизнь, или там на заводе всю жизнь проработали, что они могут знать о жизни? Или я закончил библейский колледж, библейский университет, я знаю богословие и тому подобное, о том, что мои родители знают. И сегодня это часто можно услышать, что наши родители или прежнее поколение, они очень мало знают, они не были научены, а вот мы многое знаем. Но знаете, друзья мои, никто так не научит, как Дух Святой. И хоть наши отцы, наши деды, они не заканчивали колледжей, они не заканчивали библейских университетов, но у них был больший университет. У них был самый высший во всей вселенной колледж, который, может быть, это когда Дух Святой научает. Они имели это учение от Духа Святого, они принимали этого. И, может быть, у них не было такого богословия и познания в Писаниях, как сегодня мы имеем, или многие имеют. Но они были вводимы Духом Святым. Они были вводимы благодатью Божью. И никто этому не научит так, как научит Дух Святой, как научит благодать Господня. И поэтому, пускай даже наши родители, они не такие умные в глазах человеческих, у нас все равно должно быть глубокое уважение к нашим родителям. Ибо, если этого не будет, друзья, очень сложно надеяться на благословение в жизни нашей, на устройство в жизни нашей, на благоденствие в жизни нашей. Потому что это говорит Писание, это говорит сам Бог. Если хочешь жить долгие дни, если хочешь получить благословение, если хочешь видеть добрые дни в своей жизни, почитай Отца Своего и Мать. Это слова Господа, это не мои слова. Поэтому, друзья, будем искать того, будем стремиться к тому, и будем благодарить Бога за Слово Его, за то, что Он нам показывает пути, в котором мы можем получить благословение. А нашему Господу слава. Аминь. Будем молиться. Аминь. 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 Аминь.